Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео покажу вам самомассаж коленей, то что вы можете сами всегда для себя, для любимого сделать и несколько упражнений, классных упражнений, которые помогут сохранить ваши колени на очень многие годы в подвижном состоянии, а самое главное вы не будете ощущать в них боль. На колени на протяжении всей жизни идет большая нагрузка, особенно тогда, когда человек имеет большой вес, поэтому они требуют очень большого внимания и многие просто накладывают компресс, делают массаж самого колена, А я считаю, что нужно прежде всего сделать массаж тазобедренного бедра, внешней стороны, то есть начать любой массаж любого сустава, то ли это даже локтевой сустав, нужно разомять хорошо, глубоко, ну можно конечно поглаживать, сначала там нанести какое-то небольшое количество крема или масла, но не геля, и хорошенько вот это вот все-все хорошо разомять для того, чтобы пошло движение, пошло движение, а самое главное расслабилось, расслабились вот эти мышцы, которые и удерживают вот этот вот сустав, Потому что если мышцы будут напряжены, то и естественно будет болеть и колено, тогда когда ваше колено уже болит, когда оно плохо сгибается, разгибается, когда его нельзя уже ровно ногу уложить на поверхность пола, в данном случае коврика или кровати, Вот, поэтому делаем хороший, хороший такой глубинный массаж, противопоказанием может быть только такого глубинного массажа, если у вас на ноге есть сильно выпирающие вены, Там какие-то ссадины, какие-то еще образования на самой коже, вот, ну можно где-то вот как я через, аккуратненько вот так через одежду, если это конечно не вены, Разминаем, хорошенько растираем ногу, Чтобы мы почувствовали, чтобы почувствовали хорошее движение лимфы, крови, в общем, вы поняли, понятно, что вот эти вот такие всевозможные массажи, поглаживающие и глубоко поглаживающие, выжимающие, Вот, не спешите приступать к колену, такой массаж можно продолжать до пяти минут, Потом разминаем, растираем само колено, такими круговыми поглаживающими движениями, попеременными, И растираю это все, делаю всегда на сухую, Стараюсь, конечно, чтобы мои руки и поверхность колена, и вообще всего тела было все-таки промаслено, После душа, после водных процедур, это очень важно, чтобы тело было не сухим, особенно, когда вы делаете такой массаж, но наносить специально крем я не наношу. Колено имеет вот такую чашечку, и эта чашечка должна сдвигаться, Придавливаем сверху вниз, удерживаем снизу вверх, Во внутреннюю часть Сюда внешне И немножко по диагонали Сдвигаем в одну сторону Как вы видите, в разные стороны, эта чашечка у меня, во всяком случае, сдвигается по-разному Вот она хорошо сверху вниз, с боков вниз Обратите внимание, естественно, на свою чашечку, как она у вас движется Вот меня в этом направлении, я это знаю уже давно, она движется хуже по диагонали Вот в это место Делаем обыкновенные такие поглаживающие движения вокруг чашечки и захватываем немножко их сверху Не нужно особенно применять такие усилия, особенно в начале массажей, когда оно у вас болит Вы сейчас можете смотреть и делать вместе со мной Если у вас так не получается, растирайте просто вокруг чашечки Растирайте саму чашечку сверху колено Здесь не нужно много знать И здесь нужно просто только хотеть Есть очень болезненные точки И даже такой немножко подхруст бывает в этих точках Их нужно хорошо, глубоко разминать Точки, 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 точки Это улучшит кровообращение и улучшит подвижность этого сустава Не важно, как они называются Я всегда говорю, не важно, не нужно запоминать Вы ищите эти болезненные точки И просто круговыми движениями Знаете, как делается точечный массаж? Он вообще делается так Вы ввинчиваете три раза Потом наобратно Если у меня, например, не болит Я могу это проделывать с одинаковой надавливанием С одинаковой болью, можно сказать Или не болью У вас же, если болят какие-то точки Значит, вы начинаете медленно И не сильно интенсивно надавливая Потом додавливаете, подержали И обратно пошли Три раза Уменьшаете надавливание Таким образом Вы сможете и продавить эти точки И вместе с тем Сделать правильно такой массаж точечный Ищите, ищите Где у вас болезненные места У меня может быть Немножко болезненным местом Вот эта вот часть Ну, я честно скажу Сейчас я ее не чувствую Так, очень важно Вот такие Когда вы немножко Все-таки растерли, разомяли Очень хорошие вот такие Перекаты Самой кожи И вы увидите Насколько Ваше состояние колена В этом случае Насколько оно болезненное И в каких местах Потому что кожа В некоторых местах Даже не Не перекатывается У многих может не перекатываться Поэтому вот так берете И аккуратненько Немножко так Если у вас получается Вот так ее взять Значит вы ее берете И немножко так Оттягиваете Не спешите Не отпускаете Если колено нормально Не больное То везде почти Вот это вот Вот этот перекат Он будет одинаковой Как бы толщины Где болезненное Старайтесь не отпускать Подержали Немножечко Подержали Подержали И пошли 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 дальше Здесь уже потоньше Кожа Здесь уже И опять Точно так же С другой стороны Только вот эти вот Надавливания Перекаты Растирания Могут улучшить Состояние вашего колена Убрать боль Ну и делать его Как и профилактика Тоже очень хорошо Что хочу сказать вам Что он Колени Это очень важно Как говорит Луиза Хей Движение по жизни Потому что Очень часто У людей Как бы Застой В пенсионном возрасте Они не знают Чем бы заняться Нет Такого настроения Депрессия Какая-то Даже появляется Так что Хочу сказать По колену Смотрите Здесь я только Немножко Захватываю Чуть-чуть Могу сдвинуть Но массаж В этой части Под коленом Делать нельзя Просто как Видите Как придерживаю я его Свои колени Надо любить Прежде всего Себя надо любить Своё тело И колени В том числе Не исключение Поэтому делайте Такой массаж С любовью С хорошим настроением С верой В то что У вас Всё получится И Колено ваше Не потребует Какой-то Оперативного Мешательства Каких-то уколов Я очень много Всего наслушалась За Тех годы Что и делала Массажи сейчас Насколько это Вредно Вот эти все Уколы Которые Разрушают Саму Кость Делают Остеопороз Что это Всего На какой-то Только Какой-то Период Времени Что это Ненадолго Поэтому У вас есть Ваши ручки Делайте Такой массаж Не ждите Когда колено Начнет болеть Видите Ничего Замысловатого Такого нет Я уже не стала Вам показывать Что надо Разогреть Колено Сверху И внизу Периодически Нужно Поглаживать Так Углубленно Бывает Так Что Сверху На этой Чашечке Как бы Такие Наросты Особенно Тут По бокам По бокам Так у меня Всяком случае Так было Я чувствовала Такие Наросты Поэтому я их Массажировала Делала Массаж И Другие виды Массажа Вакуумный Хорошо Помогает Медовый Массаж Вот Видите Его просто Можно Вот так Просто Брать Легонечко Не спеша С нажимом Чтобы Это Все Вращалось Вот так И Вы Сразу Почувствуете С какой Стороны У вас Все Таки Боль Этот Массаж Можете Делать Вместе Со Мной Я Делаю Его Почти В полном Объеме Много Его Долго Делать Его Не Стоит Лучше Это Делать Часто С Периодичностью Через День До тех Пор Пока Колено Перестанет У вас Болеть Если Оно У вас Болит И Пока Здоровы Наши Суставы Конечно Более Менее Здоровы И мы И Более Менее Можем Считать Себя Не Старыми А Молодыми Сейчас Я вам Покажу Несколько Упражнений Выполняется Упражнение Сидя В таком Месте Чтобы На такой Возвышенный Слух В данном Случае У меня Стол Чтобы Вы могли Просто Махать Ногами Знаете Как в детстве Нам говорили Не маши Ногами Оказывается Это Даже Очень Полезно Машем Так Машем По Кругу В одну Сторону В другую Сторону Но Можно Усовершенствовать И улучшить Если У вас Не болят Сильно Колени Такие Чашечки Вы можете Их Вот так Поднять Чуть Чуть Держать Когда Ноги Распрямлены А потом Опустить При этом Чашечка Сдвигается Подняли Хорошо Удержали Опустили Подняли Вот Я Задерживаю Дальше Опускаю Подняла Опускаю Вот Удерживаю Попеременно Пальцами Вертикально Вверх Дальше Беру Эту Чашечку Немножко Вот так Но будьте Очень Осторожны Ну а Если Она Не движется Хорошо То Ничего Сложного Такого Страшного Не сделайте Если Она Хорошо Передвигается То Тоже Ничего Страшного Ты Ей Не Сделаете Поэтому Вы Поняли Я Ее Держу Держала А Потом Вот так В этом Положении А Потом Придавливаю Пальцем Удержала Придавливаю Вы Сами Почувствуете Как Это И Болтаете Сидите Ногами Можете Просто Удерживать Вот так Пальцами Тоже Ощущается Хорошо Удерживаем И Болтаем Просто Болтаем Ногами Можем Вот так Чашечки Подержать Можем Постучать Там Внизу Особенно У кого Есть Наросты Косточки На Больших Пальцах Хорошо Ей Вот так Постучать Оно Вибрирует Как бы Вся Нога И Хорошо Для коленей Для всей Ноги Ступни Голени Стопа Вот такой Массаж И Самомассаж И упражнения Я вам Рекомендую Делать Для себя Для любимых И будет Нам Всем Счастье Потому Что Когда Ничего Не Болит То Мы Уже Счастливы Будьте Здоровы До Следующих Видео Счастье